МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А ты говоришь, что ты с ним по сценарию целуешься. Тебе не стыдно, скажи? Я по сценарию ничего здесь не делаю. Ты вчера Фиме говорила, он тебя предъявлял, ты что, офигела там? Ты говоришь, а ты меня вообще изменил, и что мне теперь? Я вчера такой, не с вами, надо брать. Я разговаривала, да? Все хорошо, лучше остановиться. Мы остановим этот вопрос до более каких-то явных подробностей, и потом поговорим. Ты не проси, что я наезжаю на тебя, просто ты сейчас сидишь и нагло опять продолжаешь брать. Тебе зачем эта правда нужна? Ну, просто так, независимая экспертиза, независимое расследование. Филипп, ты понимаешь, что в вашем случае это не является экспертизой? Почему? У тебя по факту ты говоришь. Я такой, я тебя сузью говорю, тебе как будто как это. Катя сказала, я тебе не дам, пока ты не сделаешь так, чтобы Лена не выглядела. Ой, да что ты придумываешь? Давай-давай, и отрабатывай свой косякчик. Да не, отрабатывай. Косякчик, косякчик. Ну тогда, Филипп, тогда я тебя прошу нормально, не надо ее трогать. А серьезно, вот ей и так хватило, как бы, со всей этой ситуацией. Ну, все остались везде подружками, у всех любовь такая замечательная, как бы, а одна, ну, Элина оказалась, как бы, ну и все, как бы. Глеб недоволен. Глеб недоволен. Повышением ситуации. Недоволен. А должен быть доволен? Не, ну, я констатирую факт. Короче, вчера все остались хорошими, мы были, в принципе. Да и замечательно, что тебе поделать. Глеба замечательная, любовь с вами. Я вот, короче, замечательно, я сразу за тебя. Разговор можно подытожить одним вещем. Я, в принципе, могу понять твой интерес, и сейчас какие-то, ну, тот факт, что ты здесь защищаешь кого-то. Вчера в разговоре с Димой прозвучала такая фраза. Милый, да не волнуйся, я ни с кем здесь спать не буду. Это все поцелуй, и все. Да, дай Богу, и все. Да, дай Богу, и все. Да, дай Богу, и все. Потому что она и так уже такая сидела, испуганная, пришибленная. Уже, знаешь, как говорится, лежачего не бьют. Она уже напуганная. Нет, ну, отчасти жалко, конечно. Она уже напуганная, вот такая вся, слова Катя сказать Я вообще не могу видеть, когда девчонки дерутся, а это для меня вообще жестко. Хочешь, я тебе покажу? Нет. Давай. Посмотри на кого-нибудь лишнего, я покажу тебе, что значит, держится. И вчера так же, она, знаешь, она себе, понимаешь, просто вот, когда вся вот эта делюга начала завариваться, она не думала, к чему это приведет, где вот будет человек, который просто остановит ее. Вот она делала, вешалась, фоткались там они. Нет, я тебе говорю, она абсолютно во всем виновата сама. И я на месте Кате тоже бы вмазала. Катя Колесниченко вчера устроила скандал Оксане и Либерж, посчитав, что они виновны в общении Филиппа и Элины. А Филипп сменил Левцевиной на грубость, что многие связывают с приездом Кати. Ты три дня проявлял симпатию, закрывался в комнате, пел с ничьи, ехал с ней в большой дорогущей машине бизнес-класса, прямо ехали на парке. Вместе с Ольгой Бузовой. Вместе с Ольгой Бузовой рядом на сиденье, понимаешь? И как только приехала Катя, сразу поменялся в лице, все, вот так вот это показывать не надо, вот так тоже не надо показывать, вот так, Филипп, я говорю со стороны. Не надо, со стороны такого нету, со стороны такого нету. Все сразу плохие. Ты почему-то, когда вот, даже мы сидели в комнате, когда заходила опять же Оксана и Либерж, ты почему-то сразу с ними не разбирался, не выходил и говорил, слушай Либерж, слушай Оксана, в мои отношения лезть не надо, я люблю Катю, и поэтому не надо сейчас никого подсовывать. Ты нормально веселился, радовался, и также продолжал флиртовать с Элиной. И когда тебе говорили о том, что приедет Катя, и опять же отсекательное кольцо будет сужаться, ты говорил, да ладно, че там, я мужик, у нас все нормально. А получилось так, что сегодня целый день трогаешься на то, чтобы показать Кате о том, как ты тоже негодуешь, вместе с Катей о том, как эти суки посмели влезть в мои отношения. Филипп, все. Мужская позиция у тебя, скажи, пожалуйста. Все? Ничего не все. Ну все. Я не знаю, о чем вы говорите. У меня нет такой позиции, о которой вы сейчас говорите. У меня все нормально с человеком. Я вчера пришла к Кате, я ей объяснил ситуацию, да, что это флиртовало, я позволял с собой флиртовать, я в этом совершил некую ошибку. Но вот этого, как ты говоришь, сужать, такого нет. У нас есть нормальное взаимопонимание, этому есть очевидец Анастасия Ковалева и мой друг Алексик, которые вчера видели мое отношение с Катей. Какой у нас складывается разговор. Сейчас вот такие сужающие кольца показывать не надо. Сужающие кольца спускаются кому-то вот здесь. Ты всех считаешь вокруг врагами, думаешь, что пока тебя не было, все девочки вокруг соблазняли Филиппа, а он бедный, сопротивлялся как мог. Получается, перекладываешь ответственность с него на девушек, которые были рядом. Просто самое мерзкое то, что люди прячутся, как тараканы по углам, но стоило мне уехать, они использовали глупую девочку, которая, простите меня, слаба напередок, вот эту Элину, и буквально подкладывали к Филиппу в кровать. Мне внизу неоднократно, ну, то есть в общей кухне, и Глеб, и другие ребята говорили, что слышали разговоры. Когда говорит Элина, мне нравится Филипп, но я не знаю, что делать. Эти две с двух сторон, черная и белая, присели на уши и давай говорить, что делать, да как. Действительно так было? Вы пытались сделать так, чтобы Элина сошлась с Филиппом? Ксюш, я ничего не делала абсолютно, я просто сказала Элине, что если ты действительно сильная девушка и сможешь отбить у Кати Филиппа, то, пожалуйста, можешь действовать, можешь пойти к нему, говорю, в комнату, выпить чай, поговорить, поболтать. При том, что Филипп сам был не против. Кать, почему ручка сломана? Кто закрыл дверь? Я не знаю, кто закрывал двери, мне это совершенно ни к чему. Понимаешь? Кать, но даже если девочки что-то делали, твой молодой человек не должен был поддаваться на эти провокации, на эти соблазни. Он в этом не прав, и мы в этом разберемся. Но самое мерзкое, что Стрункина, тот человек, которого я в принципе готова была поддержать, в момент моего отсутствия творит такие вещи, мое мнение, она использовала без бумаги, новую девочку, для того, чтобы разрушить мои отношения. И кстати, когда ты сидишь, заткнись и говоришь, что Мой брата с вами так разговаривать, хорошо? Ты брата моего видела? Ты брата моего видела? Я говорю, что мной не надо так, во-первых, разговаривать. Брата моего видела? Катя! Чего? На ей с разными зубами? Катя, ты же, прости. Ты же, прости. Ты же, прости. Тихо. Понимаешь, ты неправильно воспитали. А тебе неправильно зубы сделали. Не надо трогать мои зубы. Тихо. Я тебе только один могу дать совет. Но эти все оскорбления ни к чему не приведут, правда. Кроме того, что ты... Ксюш, это животное, это не человек. Ее можно оскорблять, она по-другому не работает. Не оскорбляй человека, который сидит рядом с тобой. Это неправильно. Давай вот ты подумай обо всем и разберись лучше со своим молодым человеком, правда. Ксюш, я разберусь и с ним, и с ней. Это самое главное. Не надо вымещать свою злобу на других. Я про Филиппа могу сказать, что, ну еще раз повторюсь, что из мужской солидарности... Давай новое мнение. Нет. Новое мнение тоже. Мужская солидарность, я его, в принципе, поддерживаю, потому что симпатичная девушка, надо ей проявлять какой-то флирт, но он должен быть безопасным. И это нормально. Я думаю, что в этой ситуации она безопасна. И Кате нечего даже переживать. Ну смотри, флирт очень безопасный, флирт был более чем активный, да, и который все-таки сделал так, чтобы возникло огромное количество разговоров. С честной стороны. Скажи, с твоей тоже, Филипп. А мы вчера на детектор, зачем садились, Глеб? А детектор же показал другое. С честной стороны там игра была, с честной стороны позвонили игры. Филипп, Филипп, вот... Что вы переворачиваете, я не могу понять? Вот давай по-честному, вот серьезно, я не могу это понять. Вот смотри, со мной начинает флиртовать, значит, да, вот девушка, я нахожусь в отношениях, со мной начинает флиртовать. Если она начинает флиртовать, то я могу как бы ей ответить, потому что она начала первой это делать. Либо мне пофигу вообще, кто первым это делает. Нет, нет, есть еще, есть еще два варианта. Смотри, ты можешь пресечь это флиртование, сказать, не флиртуй со мной. Ну ты не пресек. А можешь позволить еще с тобой флиртовать. А почему ты позволил? Я позволил, это моя ошибка. Все, вопросы какие, я не могу понять. Позволил, да, чтобы она со мной флиртовала. Вчера орал, визжал, пищал, что не было ничего, никакого флирта С твоей стороны? Я ничего, с твоей стороны А я сейчас говорю, что его не было Я говорю, позволял, а не флиртовал, видишь, ты не путаешь слова А ты не флиртовал, да, с ней? Нет, ты, ладно, окей, ты просто так трогал ее чулки, ты просто так трогал ее Ты просто так улыбался и задавал ей вопросы, по какой причине ты со мной не улыбаешься тут Отлично, оставим это все Но самое главное, это Екатерина Как она красиво обвинила всех вокруг в том, что бедный Филипп, у которого, ну, шикарные голова, рабочие мозги, да, все, он сам с позволения позволил флиртовать с ним, да? Но, однако, кто виноват в этом? Ты, Соксана Вакуровна Я с Оксаной, я с Оксаной Это считает Катя, это считает так Катя Я вообще не хочу искать здесь виноватых, понимаешь ты? Потому что я, в принципе, к этой ситуации серьезно не отношусь, понимаешь ты? Для меня всего лишь это была какая-то некая игра Конечно, конечно, ты к отношениям к своим сидитам не относишься В отношениях у меня все вот так Вот так А вы просто были какие-то такие, такие игрушки для меня, понимаешь? Сейчас была красивая замечательная фраза Все, не будешь больше искать виноватых? Нет А я их искал? Ты их искал? Это Катя решила, что они виноваты, что или бедные? А Катя будет искать виноватых? Это вы Кате задавайте эти вопросы Нет, ну ты ее молодой человек Катя будет искать виноватых? Все на Катю легче спихнусь Не знаю, у Кати спрашу Я просто заметила, серьезно, что касается Стрункиных, не Стрункиных, мне в радость просто пойти погнобить. А ну знаешь, радость-то радость, но вот эта радость, она отвлекает нас, она отвлекает нас, опять же, от наших отношений. Понимаешь, я сам порой выйду, она что-то говорит в слово, и мне вот прям хочется, знаешь, вот она очень мерзкий, я ей сегодня это сказал, ты мерзкий, циничный, очень гнилой внутренний человек. То, что ты здесь выставляешь себе такую интеллектуальную и правильную девочку, это всего лишь обложка. Ну какая интеллектуальная? Она падежи путает. Я знаю, я знаю, согласен, но тем не менее, она себя пытается ее выставлять, она очень, очень плохой человек. Ну, я тебе так скажу. Каэтист. Я тебе так скажу, в связи с какими-то обстоятельствами, то есть с переездом Венца и Кати, освободилась комната в городе, которую, в принципе, мы давно уже хотели переехать в город. Да? Сейчас ситуация такая, чтобы как бы и нам, в принципе, уединиться, да, и огородить себя в каком-то мере просто от внешнего мира. Не то, что испугавшись и убежать, да, куда-то. Не, знаешь, у меня картинка прям в глазах, вот, допустим, да, каких-то зверька, да, возьмем бурундуков. Мы с тобой бурундуки, да, и есть момент, когда собаки напали на бурундуков, они каким-то образом защищаются, собаки уже, собственно говоря, разбежались, а бурундуки побежали за ними гонять, понимаешь? Ну, они-то защищались, в принципе, свою миссию они уже выполнили, все, теперь надо работать над собой. Да, нужно просто остаться на месте, остаться в своих отношениях и не бегать ни за кем, оно, в принципе, нам не нужно. Я могу тебе сказать так, что... Я тебе просто говорю, убрать соблазн этот. Какой соблазн? Орать на струнку, избавиться от него. Филиппу и Кате. Филипп, ты знаешь, Катя просто превосходно себя вела по отношению к тебе, потому что она действительно целый день тебя защищала, но очень отвратительно по отношению ко всем девочкам, потому что перессорилась со всеми. Я перессорилась с лицемерными гнидами, которые... Что ж так? Не буди, задолбала я, конечно, ты не приходила, как горит! На воре шапка горит! Не полись, не полись, Лебеш! Не полись! Катя, слушай, гниды это ты, раз ты не совершенно спокойно так! Ну, хочешь быть, Лебеш? Не уподобляйся, Хабар! Оксана Кузина, они разумы, я еще понимаешь! Причем, я не зубы, когда у тебя в жилочке! Успокойтесь! Успокойтесь, пожалуйста! Я могу, в принципе, нет, нет, на самом деле, девочки, если вам нравится друг друга оскорблять, мы можем с ребятами все сейчас встать, собраться чуть позже, обсудить другие темы, а вы останетесь вчетвером и будете по очереди друг друга оскорблять. Ой, мне нравится, надо как-то решать эту проблему. Надо решать, Катя, но ты не решаешь! Вместо того, чтобы нормально общаться, ты начинаешь сразу же их оскорблять. Мне что-то сказать. Коль, мы с Силипом приняли одно очень важное решение. Я тут что, до мебели сижу, не могу понять? Я считаю, вот, знаешь, судьба, на самом деле, она благосклонна к каждой ситуации. И вы из Венца с Катей, я считаю, но это на самом деле судьба. И что квартира освободилась. И чтобы мы реально занимались нашими отношениями, у нас было больше времени на это. Я очень слезно тебя прошу, просто без голосования не ждать вторника. И отпустить нас реально в город, чтобы мы жили в город. А почему ты так хочешь уехать в город? Я не хочу, чтобы Катя ходила и не тратила свои нервы на каких-то никчемных людей. Я не хочу, чтобы она вообще просто расстраивалась по этому поводу. Я хочу заниматься своими отношениями, а не руганю с Оксаной Стрункиной. Филипп, я прислушалась к вам. И, конечно же, мы вам позволим заехать в городскую квартиру. Тем более, она свободна. Давайте поздравим ребят с горными аплодисментами. Я надеюсь, что когда они приедут сюда в город, они будут заниматься своими отношениями, а не разборками с коллективом и с девочками. И давайте переходим. Лебеш, которые, по ее мнению, способствовали сближению Филиппа и Элины. Оксана Лебеш, я говорю, вы принимали участие? Принимали участие. Я говорю, тогда вы держите ответ. Вот ты, Оксана, Лебеш и Филипп. Я говорю, вот вы втроем сразу. О! О! Фух! Найти виноваток. Строчно, срочно. Кто виноват? Все, все, кто? Кто? Элина, Элина, точно. Все, давайте, все. Элина, Элина сама. Все, мы вообще, короче, победили. А и что? Нет, виноваты все. Приехал? Нет, я объясняю. Они говорят, почему Катя, короче, не пытается там с Филиппом, почему не держится? Я говорю, я объясняю. Я говорю, потому что, в данном случае, если да, там все нормально, если Катя там наедине Филиппа там вставила, да, и как бы если Катя там, да, там сделала какие-то выводы, и с Филиппом происходит наедине диалог, значит идеальные отношения, значит отношения правильные. Это должно быть только наедине между двумя. Ссоры выносить не надо, потому что, говорю, слишком много информации давать не надо. Я говорю, вопрос в том, что происходит ли какой-то разговор и какое-то решение вопроса между Катей и Филиппом наедине, или бы не происходит. А то, что ты получаешь, ты получаешь, да ты должен быть виноватым. Мы на проекте находимся. Короче, сегодня Глеб сказал, что Филипп отрабатывает, потому что, ну, у него все засаживает время, с утра он отрабатывает. Я Филиппу утром сказал, говорю, Филипп, вот... В смысле отрабатывает? Не, ну, вот он пришел, я не успел зайти после зарядки, он сидит уже, короче, это, там Элени, да ты, вообще, ты просто отрабатываешь перед Катей за самым самым победителем. Да мне этого не надо. Я сама накостыляла Элени вчера. Понятно, что все все делали, просто вчера ссыканули. Я сказала, что так будет, пока они не перестанут себя так вести. А ты что, Настя, за моими мнениями отслеживаешь, что ли, или что? А что ты так на стройке не сказал? Какое-то отношение к этому имеешь? Нет, просто не так много народу, понимаешь, высказывается. И то, что высказывается, кто высказывается по поводу Кати, я, например, запоминаю. В смысле, отсеиваешь быстренько, да, запоминаешься быстро? За мной следить не надо. Ты хочешь поговорить со мной, или что? Нет, я с тобой поговорить не хочу. К чему вообще-то все? Я просто не понимаю, я разговариваю с Катей, а ты выставляешь тебе три копейки. К чему? Не три копейки, 33 рубля. Нет, три копейки. Глеб, ну, на тебя, это для тебя три копейки. Для моей подруги это, как бы, важное мнение. Это для тебя три копейки. Для меня три копейки. Нет, ну, что такого? Заметила, расскажите. Тепляет. В корештабе здесь у нас коллектива такие. Слушай, мы с тобой просто, по-моему, договорились, что мы, как бы, не общаемся. Так я с тобой не общаюсь, а я общаюсь с Катей. Ты как-то, вот, что-то жало свое открываешь в мою сторону. Я не понимаю. Слушай, ты давай так не выражайся, ладно, младрец. Как ты человек выражаешь, Настя? Жало, не жало. Как ты человек выражаешь? Вопросы какие-то? Вопросы, да. А что за вопросы ко мне? Вопросы будут возникать, ты будешь так выражаться, младрец. А как выражать жало? Нормальное выражение. Если учесть, то что тебя, ты где называют женой пчеловода? А где мой муж пчеловод-то, я не пойму. Да я что, слежу, что ли, за этим? А вот это за... А во сколько вы уезжаете? Что? Во сколько вы уезжаете? Я одна уезжаю в 8 часов. В смысле ты одна выезжаешь в 8 часов? Ну вы, это кто? Я. Ты с Юлей должна была лететь. Юля не летит, ей нельзя. Почему Юля не летит, ей нельзя? Ну врач ей запретила. Я лечу. Как ты летишь? Ну вот так вот я, значит, лечу, если Юля не летит? Там летят только те, кто участвует в выставке. Либо продюсер. Опять 25, Катя. Вот только, вот только ты прилетела с Краснодара, только закончилась тема, ты опять улетаешь. Ты прикалываешься надо мной, скажи мне. Почему, когда освободилось второе место, я узнаю, что об этом только за 3 часа до вылета. Я не могу понять, Катя. Ты издеваешься надо мной, я тебя спрашиваю. Или тебе живется как-то непонятно, как хорошо, чересчур. Ты что издеваешься надо мной? Ты что я лохом выставляешь каждые 5 минут? А почему лох? Да потому что за 3 часа до вылета самолета мне говоришь, что освободилось место. Я лечу одна. Почему ты летишь одна? Оттого, что я не участвую в выставке, это мне не запрещает лететь с тобой просто и быть рядом, понимаешь? Ты узнала, что ты летишь одна? Пару дней назад. А почему я узнаю за 3 часа до твоего отлета? Подожди, во-первых, не кричи. А потом ты мне будешь говорить, почему ты ведущую не позвонил, сам не отпросился? Да потому что ты меня не вооружаешь информацией. По этой командировке не может лететь никто другой. Да я за свой счет полетел бы просто с тобой рядом был бы, мне за меня не надо платить. Это один день, Филипп, один день всего. Какая ты сумасшедшая, я тебя отвечаю. Хорошо, что я улетаю, ты в этот момент постираешь балдахин. Какие балдахины ты что, вообще, что ли? Я что, здесь пастерушкой остаюсь? Ты что, ты за кого меня выставляешь, я не могу понять. Ты путаешь некоторые педали, ты путаешь, Катя. А что я не так сказала, я не могу понять. Мы здесь вместе живем, и мы вместе обуючиваем комнату. Я тебя спрашиваю, почему ты узнаешь за 2 дня до отъезда своего, а потом, что место второе, ты не летишь одна. А я узнаю за 3 часа до твоего отъезда. Я что, не могу понять? Я вообще какое-то место занимаю в твоей жизни? Я когда-нибудь буду обладать информацией заранее, а не перед фактами оставить за 3 часа до отлета, Катя? Не считаю нужным говорить, куда я иду. А, то есть так теперь? Я так понял, мы не считаемся просто в отношениях, у меня возникли просто два. Нет, почему? Ты знал о том, что я улетаю. Я не знал, что ты летишь одна. Ну, за 3 часа же узнал. Ну, вот я тебе тоже за 5 минут до своего ухода говорю, что... Нет, подожди, подожди. Ты знал, что я улетаю, ты ли не летишь со мной? В принципе, поменять-то ничего не смог бы. А тут как бы уходит парень. Дело к вечеру. Опять в день моего отъезда, моего отлета. Ну, собственно говоря, знаешь, когда что-то новое мы увидим? Я же ты так же сам, то же самое. Ты все кличен, каждый раз одно и то же. Каждый раз одна и та же акция. Я не так, что ты сам говорю, когда я с твоей стороны увижу какие-то новые выводы, выводы, чтобы ты реально уже начала понимать, что нужно считаться со своим молодым человеком и делать какие-то, не знаю, правильные шаги на встречу. Ты нифига не делаешь эти выводы. То, что я тебе поздно сказала, что я лечу одна, это не приравнивается к тому, что ты сейчас уходишь, не говоришь, куда это сколько. Да, я пригласил в ресторан, я просто забыл тебя. А, тебе в ресторан пригад. Кто прости? Я, значит, стою в плиту, удраю, а ты в ресторан намылился, да? А я прилечу, и будет такой же бардак, да? В кафе? Так ты убери, что по у него. А я вот домой плиту, и все, понимаешь? А это кто будет убрать? Я тебе объясню, у меня через час уже выезд. Я, прости, мне некогда. И если тебе нравится жить в сраче, пожалуйста, живи. Ну, по приезду я сделаю определенные выводы. Хорошо. Ты не считаешь нужным со мной поговорить вообще-то? Нет. Сегодня утром Катя Плесеченко и ВИП поссорились. Причиной конфликта стало то, что Катя в очередной раз уезжает в командировку и не берет с собой Филиппа, хотя такая возможность у нее была. Филипп разозлился и сегодня, не сказав куда и насколько, ушел с друзьями в ресторан. Однако вскоре вернулся домой и заявил, что в ресторан планировал пойти с Катей, однако после скандала передумал. Первый раз вижу человека, который постоянно из этого делает проблему. Первый раз. Вот, 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 ты о себе, вот, вот. Да. Вот у тебя проблемы. Ты никогда, ты не можешь нормально уехать. Я уже адекватно отношусь к твоим поездкам. Ты меня можешь хотя бы предупреждать о каких-то своих планах? Вновь возникших, или я не знаю, обстоятельства, как ты любишь. Или ведущие опять виноваты. Кто виноват, скажи мне, пожалуйста. Никто не виноват. Кто виноват, что я узнал за три часа, за три часа, что ты едешь одна? Никто не виноват, реакция неадекватная. Вот ты мне ответь, вот просто ты мне ответь на одни вопросы. Кто виноват, что я узнал за три часа, что ты едешь одна? Кто виноват? Скажи, ведущий, обстоятельства, кто? В этом никто не виноват, потому что это не проблема. Я тебе еще раз повторяю. За два дня ты бы не смог еще... Слушай, вот давай будем честными, да? Приглашающая сторона не собирается кормить другого человека. Я за свой счет и лечу. Ты не за свой счет. Расселился бы в Хилтоне, да? Они бизнес-класса плачивают. Какой Хилтон? Какие бизнес-классы? Ты что мне лечишь? Меня в прошлый раз в Новосибирске поселили в Хилтоне. И что, да, 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 да. В каких ресторанах кормили? Да, в Хилтоне за свой счет я нахилил. Едем. Давай, да. Да, вопросы дальше есть. Дальше есть вопросы. Ты на работу ходишь? Дальше вопрос есть. Тебя это не должно волновать. А тебе лишь бы поругаться, понимаешь? Ты теоретически все можешь. Это ты так видишь. Мы все ногем, понимаешь, в голове. А на самом деле практически ничего. Нет, 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 эту ситуацию ты так видишь. Я так ее не вижу. Что с подбородком? Нарал на тебя? Да. Мой сладкий. Я тут читаю. Нормальная, не очень лоховая? Крутая, Майкл Джексон такая. Я тут читаю все говно, которое про меня пишет. Не читай. Лучше скрины посмотри обожжешь. Ну а у нас следующая тема. Филипп, почему ты одинок? Вот такой вопрос. Где твоя девочка? Почему я одинок? Да. Моя девушка уехала на фото, на выставку в город Барнаул. А почему же она не взяла тебя с собой? Ну, почему она не взяла меня? Это вот это, кстати, вопрос. На самом деле, ребят, вам может оказаться это смешно. В очередной раз Катя уехала в Барнаул. Меня предупредило за три часа, что она едет все-таки туда одна. Да, вы сможете смеяться, гоготать. Вам очень приятно, на самом деле, смеяться над чужими какими-то проблемами. Вы очень добрые люди, чувствительные. Мне очень приятно, что на поляне у нас такие ребята. Но на самом деле, ничего здесь смешного нет. Мне очень печально и больно, что в моих отношениях одни и те же проблемы. Понимаете? Филипп, давай на поляну возвращайся. Ты нормальный мужик. Ты что, я не могу понять? Ты что, тебя опять выставляют дураком? Филипп. Хорошо, на тебя любят. Глеб, ты сначала отношения построи, а потом кому-то советуй. Я считаю, что самая главная проблема, Глеб, можно я вам скажу, не надо говорить параллель, Глеб. Параллель не надо говорить. Юля, разговариваешь с Филиппа. Самая большая проблема в том, что Катя не привыкла предупреждать заранее. Слушай, да, вот Троицу Святую. Филипп. Глеб, да кого мне слушать? Мне никого слушать не собирается. Слушай, от себя и от своего сердца. Глеб, ну пусть он едет на поляну и будет таким же неудачником, как... Сидеть один и уливать на девушек холодную воду. Ты сидишь один уже второй год. У тебя нет отношений. Не надо советовать ребятам нормально вручить свои отношения. Самая большая проблема в том, что Катя не ставит в известность Филиппа о каких-то своих поездках. Но это не значит, что она тебя не любит. Она мне уже два раза звонила, спрашивала, как Филипп. Ну раз она два раза звонила, это, конечно, сенсация, Филипп. Как есть реально чувство? Мы реально, мы друг друга, как бы можно сказать, даже влюблены в друг друга. И мы хотим быть вместе. Но есть некоторые проблемы. И из-за того, что эти проблемы сейчас произошли, сейчас просто разрушите это отношение. Но это глупо будет на самом деле, ребят. Я с тобой согласна. Юля, расскажи мне адекватно, чем было пока мне. Я просто посмотрела серию. Филипп молодец. Филипп молодец. Тут все убрал. Вымыл полы. Да убирал. Хоть и кричал, что... Потом он в кураж вошел и пошел, короче. У Юльки начал убирать. Юльки. Юля говорит, да у деда. Нет, я все тут помою. Ничего Филипп такого не делал. Спал целыми днями. И в душе купался. Я ему дал пару номеров. Девчонки там едут. Да, и ты неправильно одеваешь. Я говорю, Филипп, иди дома пока. Фу, хоть что-то, что-то нибудь сделай. Не звонил. Она красится. Вот поэтому нефиг эфиры смотреть, чтобы потом не было. Юля, а ну иди сюда. А на ногах хрюхи желтые. А это что? Чтобы потом не было грустной обиды. Мы там что-то скрывали. Какой-то там об этой группировке. Что мы все отрицаем. Какую-то Ирину Александровну приправили. Слышь, у тебя... Слышь, тормози. Выкручивай. У тебя, я смотрю, в отношениях все так хорошо, что ты в натуре уже просто от них отстранилась, Кат. На самом деле. В прямом смысле. В смысле в том, что я уже реально... Вот все, понимаешь? Я понимаю, что это все было на уровне шутки. Вы все создали это с Гош Ястреб. Вы шуточки-прибунточки. Что вы, мы вместе создавали. Я тебе так скажу. Да, это все, я понимала, что это шутки шутками, но понимаешь, что уже выходят за какие-то границы. Филипп, не шутки. Власть это не шутки. Какие не шутки? Ты отношениями не занимаешься. Ты каким-то бредом занимаешься. Какой с Гош Ястреб. А что? Давай на сущном говори. Филипп, не, подожди, Филипп, в чем... Что у тебя в отношениях все так замечательно, что ты решил вообще ими не заниматься? А что у меня плохо? Заниматься с Гош Ястребами. Что за Гош Ястреб? А что у меня плохо в отношениях? Мне кажется, у меня все хорошо. У тебя все хорошо в отношениях, все замечательно. Бардак постоянно по квартире. Вот скажи... Где, где? Найди бардак. Везде, посмотри по квартире бардак. И скажи, что здесь моего бардачного? Посмотри, посмотри. Кто ел эти пирожные? Вы ели. Я не ем пирожные. Чья стоит кружка? Твоя кружка. Чьи телефоны с плюсами? Твое. Кофе, твое. Филипп, я... Курка, твоя. Здесь все твое. Ты что, я лошадь? Бардак весь в тебе, понимаешь? Бардак? Что мы не строим? Ты что вообще? Да я тебя за весь день сегодня видел. Скажи, что сегодня было у нас совместного? Слышишь, ты сам за мебоком сидишь целым дням. А ты подошла ко мне, может быть, приобняла бы меня. Может быть, как-нибудь села со мной рядом? Я подходила. Тебе это тоже не надо? Я подходила. Ты целый день ходишь, но здесь какие-то испытания, какие-то движения, какие-то с Гош Ястребой, какие-то контракты. Ты что, приказываешься, что я не могу? Ты успевает наступить утро, ты не успеваешь продрать глаза. Ты включаешь твой бук и садишься за стол. И целыми днями сидишь. Потому что мне нечего делать, ты целыми днями со своим Гош Ястребом занимаешься. Нет, нет, я вижу, что ты делал. Да, именно да. Привет, друг. Накипело, не поверишь. Слушай, ну, конечно, все понятно просто. Ты же понимаешь, должен быть такой человек, как Оксана Стрункина, который всех раздражает. Я не за Оксану Стрункину, я говорю, ты мне нужна. Че? Нужно поехать со мной. Куда? Королевки. Че, дурак, что ли? Я уже съездила один раз, спасибо. Так че съездила, съездила. И сейчас поехали. Ты что, приказываешься? Ничего, брат, дай порогал. Искатель есть архи, пиши, пиши, короче. У них нет времени строить отношения. У них какие-то здесь горы, ястребы, короче. Я целый день здесь сегодня просидел в ноутбуке, короче. Катя вообще ни разу не подошла. Сам жарил себе картошки, все. И вот сейчас. Короче, я решил поехать отдохнуть, потому что у меня уже реально разболелась под вечер голова, мне уже все. А ты помнишь, чем последняя поездка закончилась? Тебе опять... Ты такая, пацаник. Прикалываешься? Я тебе что, бери, ты-то знаешь, чем эта поездка закончилась, что все будет ровно. Че ты прикалываешься? Прикалываешься. Да дело не в этом. Дело просто в том, что у меня голова, во-первых, болит, во-вторых, я, ну, как бы, не планировала никуда ехать. Я помогу, я вылечу твою голову. А в-третьих, меня не отпустят. А в-четвертых, ты давай мирись с Катей, потому что уже... Да я иди саду раз, у меня голова болит от этой Кати, которая в день занимается какими-то своими повседневными делами, да отношениями. Вообще, я с тобой не разговариваю сейчас. Я с тобой не разговариваю, скажу. Не разговариваю, что не разговариваю, что звонишь в... Занимается какими-то своими делами. Да ты не задула! Дверна мне гнидательница, и не сваливает, как ты. Короче, слышишь? Она разбирается в них. Не все такие гнилые, как ты. Так, я тебе скажу, вы давайте-то меня не замешивайте во все это. Я не слышу, что она говорит, я слышу. Мне нужно поехать отлечься и чуть-чуть отдохнуть от Кати. Она уже начинает мне голову проедать. Уезжать и убегать от этих проблем, ничего из этого не выйдет, ты пойми. Слышишь меня? А я не убегаю от проблем. Я буду решать проблемы потом, может быть. Сейчас я не хочу их решать. Но потом может быть. Может, уже хватит решать эти проблемы, а? А то не понимаешь, что они... Ты у тебя ну решил, малыш! Да дай поговорить с человеком! Ты что такая тупая милая, а? Ты ничего не решаешь, ты убегаешь каждый раз. В каждый раз в той ресторан, в той караоке, нахуй, не втягивай. Понятно? Сам решай проблемы, а не убегай от них. Слушай, ну, я тебе тоже советую все-таки остаться и нормально уже. Давай решить. Он скажет, что ты, короче, ты со мной или нет? Не, я не поеду никуда, однозначно. Скажи мне. Слушай, Филипп. Вот, короче, я тебе так сказал, вот будет тебе плохо, дружище. Вот позвонишь ты и скажешь, поехали, пожалуйста. Я тебе скажу, на воротник. Короче, ладно, давай. Филипп. Да, то есть я еще, да, виновата. Да прости, просто прости меня, мой. Ты же надо устроить истерику, поругаться. Да я ни с кем не ругался, я тебе высказал свои претензии. Ты сиди и думай теперь над своим поведением. Хорошо, цель, цель твоего разговора и этого скандала. Чтобы ты задумалась своей чеколдой, все. А, вот оно что, чтобы я задумалась, понятно. А то, что мне мозг каждый раз выносил, что мы отдельно не отдыхаем. Ты что, хочешь добиться, чтобы я так свалила? Чтобы я непонятно с кем отдыхала? Ты этого что ли добиться хочешь, я не пойму. А, ты называешь моих друзей непонятно с кем? Я не знаю, с кем ты сейчас едешь. С Мишей я еду. С Мишей он едет. Зачем ты уезжаешь, если тебе не хватает внимания и надо строить отношения? Я был целый день. У тебя был целый день, дать мне это внимания. Короче, залепи свое дуло, город. Сам залепи свое дуло. Ты каждый раз делаешь все одинаково. Ты цикличный, как малыш глупый, понимаешь? Чао, крошка. Убери за собой. Потом уберу, приду, уберу. Чао, крошка, чао, бэби. Чао, милая, я манья. Чао, милая, я манья. Соседи Филипп и Катя вот уже который день продолжают ругаться. Из-за того, что подруга Колесниченко Настя Ковалева отказалась пойти с Лилом на свидание, он обиделся и начал оскорблять Настю за ее спиной. И Катя хочет, чтобы парень принес свои извинения. Оскорблять нельзя. Оскорблять можно тварь какой-нибудь, понимаешь? Которая тебе нанесла там какие-то травмы, которая тебя жутко обидела. Вот травмы она мне нанесла, я тебя жутко обидела. Что она тебя жутко обидела? А в чем она? А я тебя чем оскорбила, что ты меня обзывал вчера? А я тебя когда-то оскорбил вчера. Ты меня с самого утра посылал и парафинил. Потом, когда я сказал, не обзывай Настю, ты вместе с ней начал обзывать и меня, понимаешь? Со своими воплями безумными. Я ж тебя и не обзывал, что ты не думаешь? Странно, а я почему-то помню оскорбление. Вот так, видишь, ты обозвал и забыл. Хорошо тебе. Может, шуточку тебя так оскорбил? Ну, значит, не смешные шутки. Не надо так шутить. Даже если ты в шутку обидел человека, надо уметь извиниться, Филипп. Извиниться, что у тебя нет чувства юмора? Извиниться, что ты человека обидел. Я не виноват. Если вы мужчины как дети, значит, я буду тебя воспитывать. Я буду тебя учить извиняться за оскорбление. Нет. Исправлять свои говеные поступки, которые ты творишь. Нет. Дат. Нет. Посмотришь. Если не будешь извиняться, посмотришь, что из этого выйдет. Посмотришь, что из этого выйдет. Мне все равно, что из этого выйдет. Я сказал, что не буду извиняться. Ну вот, значит, у тебя принцип превыше всего, дороже отношений, дороже всего абсолютно. Нет, малыш. Я сказал, я когда чувствую вину и ей за что извиняться, я извиняюсь, это прекрасно знаю. Сейчас я не чувствую никогда при своей вине. Я оскорблял человека, я оскорблял обоснованное. Вопрос к Насте Ковалевой. Ведь тебе опять звонил Филипп, правильно? Не так давно и приглашал в караоке. Да, он мне звонил позавчера вечером, 12 часов, и позвал меня в караоке. Я сказала, я вообще не понимаю, почему ты меня зовешь, позови своих друзей. У тебя есть в Москве друзья. Во-первых, Катя, моя подруга, я, наверное, все-таки с ней лучше поеду в караоке, и с ней развлекусь, нежели с тобой. Понятно, ты мой друг, но ты мальчик. Ну, смотри, Филипп считает, что ему лучше с тобой поехать, чем с Катей. Я, кстати, удивлена очень. Мы с Катей вчера, когда разговаривали по телефону, я задала ей вопрос. Я вообще не пойму, на что Филипп обижается, собственно говоря, да? Я что-то ему обещала, я не пойму. То есть он считает все-таки верным поехать с ним, нежели поддержать Катю в этой ситуации. А давайте прямо сейчас позвоним и спросим. Сейчас я позвоню Кате Колесниченко и спрошу, что у них там происходит. Алло. Алло. Катенька, это тебя Оля Будова беспокоит. Я звоню тебе со стройки. Вот скажи, пожалуйста, мы сейчас как раз обсуждаем вам последние переписи с Филиппом. Вот, и дежурная бригада из города сказала, что сейчас как раз вы снова ссоритесь. Не можешь объяснить, почему? Ну, просто, когда мы поссорились и Филипп хотел уехать отдыхать, вот, он позвонил Насте, чтобы она поехала вместе с ним. Оля Бузова со стройки. Вот, позвонил Насте, чтобы она поехала вместе с ним в караоке. Ну, так как мы помним, да, и детекторы, и все обвинения Насти и Филиппа, да, в том, что у них какой-то роман или симпатия. Настя отказалась на громкой связи, я все это слышала, вот, показала себя как верная подруга и, собственно говоря, достойно вышла из ситуации. Еще вчера на стройке обсуждали. А что сейчас у вас происходит? Из-за чего вы сейчас ругаетесь? Ну, целый день вчера Филипп оскорблял, обзывал Настю. Ну, собственно говоря, я не считаю ее виноватой перед Филиппом. Ну, ни в коем случае. Считаю, что не заслуженно, он оскорбляет мою подругу. Мне очень неприятно, вот. И вместе с подругой, он, естественно, я не знаю, что он ревнует, не ревнует. Он считает, что она предала его. То есть, я считаю, что Филипп за свои оскорбления должен извиниться перед Настей и передо мной за вчерашние моменты. Можешь дать, пожалуйста, телефон Филиппу? Я тебя услышала. Я просто хочу, если Филипп такой смелый, я хочу, чтобы просто сказал все эти претензии напрямую Насте. Вот он сейчас пускай скажет, а Настя все услышит. Филипп. Оленька, дай мне. Привет, Оль. Да, ты эски? Ну, что мы тебя слушаем, и Настя в первую очередь. Настя слушает, пожалуйста, все твои претензии. Ситуация, в принципе, в обратном. Что касается Кати, я ни перед кем извиняться не буду, потому что не считаю себя виноватым. Я с ней шутил вчера везде ходил. Если ты в шутку оскорбляешь человека, человек обидел, ты должен извиниться. Что касается Насте, Оль, ну смотри, в прошлый раз мы помним, когда я попросил Настю поехать, Настя поскакала туда. И она забыла вообще, что она подруга. Не было там никаких верностей в подружбе. Она жила, поехала, нормально все было, поддержала. Я ее очень благодарен ей за это. Она поддержала, добрым словом. Когда были моменты, когда ее собрали на это женское голосование, Филипп единственный, кто поддерживал эту девочку. Не единственный. Да, Филипп, единственный. Ты можешь помолчать, я разговариваю с человеком, сука ты. Сам ты, сука, оскорбление, я ее единственный. Я ее поддерживаю, понимаешь? Настя вчера показала, что есть на лицо, когда мне сказала, что в какой-то момент тяжелое нужно было, как бы, женское внимание, то есть женская логика, чтобы женское мнение послушать. Настя сказала, нет, я верная подруга, я никуда не поеду. Ну и все понятно, говорю, до свидания тогда. Человек показал свое я, какое свое отношение ко мне. Я сделал свои выводы, считаю Настю предательницей. И вчера на этом основании. Я ее оскорблял и не жалею об этом ни капли. Извиняться тоже ни перед кем не буду. Я, конечно, услышала все твои слова, что ты считаешь меня предательницей, все поняла. Вопросов, в принципе, к тебе нет. Ты просто сейчас сам лично отказался от моей дружбы, вот и все. Поберились Катька с Филиппом? А я не знаю, ты не знаешь чего-нибудь? Нет. Ну они же вчера там ругались, там жестко. Ну насчет Насти они ругались. Да, там и за Настю. Но я как бы, я могу тебе сказать, знаешь, как бы я Филиппа там поддерживаю. Я поддерживаю Кать. Почему? Потому что, потому что гораздо проще Филиппу, как гожевачки сделали, они тоже ругались и за Насти, из-за того, что Илья там, допустим, оскорблял ее и считает ее конченной. А Оля с ней дружит. И они решили так. Оля не ругается с Ильей за Настей, а Илья просто о Насте не говорит. Меня можно не оскорблять? Просто, да ты, сука, заткнись вот во время стройки. Слушай, разговариваешь, что это в лесу, выставляются эти копейки. Ты здесь говоришь, повторюсь, старостепенно, здесь говорю я. А ты только подгалкиваешь и подгалкиваешь, понятно тебе? Говоришь ты, научись сначала говорить, говори. Вчерашний день показалось, что ты вас не решаешь, понятно? Мозги у тебя временно не работают. Поэтому с вами помалкивай. До свидания тогда, что ты здесь-то надел? С мужиком, который ничего не решает. Не ори, не ори тебе, сказала. Вон иди. Не ори. Смотри, смотри свой журнал и помалкивай, разговариваю я. Ты сейчас, да, ты чё? Ты кому рот затыкаешь? Ты сейчас да затыкаешься рот. Замолчи, истеричка. Я тебе сказал, ты сейчас да затыкаешься рот. Во-первых, было больно мне с журналом, это раз. Смотри, сейчас стол полетит в тебя. Полетит в стол, кидай в стол, фингал набей. Ты закрой свой рот, ты чё себе такое позволяешь? А не могу понять. Ты чё, сидят люди пришли в гости, ты чё себе позволяешь? А не могу понять. Не надо, ребят, я ухожу вместе с вами. Я не хочу с этим идиотом разговаривать. Пошёл ты в шоку. Вали. И все сбежали просто. Испугали. Папа, ну ты чё, он не маленький, ну ты чё? Давай. Ты рот такой не журналом чёрного. Он эмоциональный, просто. Ну как, он не маленький, ну ты чё? Хочешь с тобой водичкой чё? Нет, так обидно, позвонили со строки. Я ему спокойно, сука, прямо в грудь. Я ему спокойно сижу и говорю, нормально, давай не будешь оскорблять, хотя бы просто закрой эту тему. Ну мне реально неприятно, мне обидно. Я говорю, Самсонов стоит, говорит, чё ты за Настю руёшь? Я говорю, да я в принципе за друзей. Если их кто-то оскорбляет, я буду ругаться. И чего он должен, он не умрёт, если он не перестанет её оскорблять. Этот же, звонят со строки, он говорит, давай орать на мне сумасшедшим голосом, сука меня называть. Там стоят, просто аплодируют, вот эти вот все суки, когда он так со мной разговаривает по громкой связи. Ты слышала, как вообще он ужас, вот как он с ней разговаривает, насколько он её ни во что не ставит, не уважает, так же, как и она его, что он говорит, закрой свою пасть, заткнись, вот ужас, как можно вообще разговаривать вот так вот с девушкой, с которой же ты сам живёшь, а потом ты удивляешься, почему к ней некоторые там в коллективе вот так вот фигово относятся к твоей девушке. Да потому что ты сам даёшь понять, что с ней можно так обращаться на таком же уровне, потому что ты сам же с ней так обращаешься. Просто ужасно, унижаешь её. Да у него это в порядке вещей девок, ну, караул просто. Конечно, в отношении Кати я сама понимаю, что вот знаешь, Катя и Филипп, это такая фикция, просто стряпанная фикция, Филипп просто это всё терпит, чтобы, понимаешь, быть на проекте. Жопа даст, чтобы прикрыта была. А вот он прекрасно понимает, что если он с Катей перестанет быть, он и с девушками никому не нужен, и просто. Ну что, неужели такой страшный повод для ссоры? Привет, Ксюша. Ну не поехала с тобой Настя в кафе, но, Филипп, почему она заслуживает таких оскорблений за это, и почему тебя вообще это так сильно волнует? Я, в принципе, на этом особо внимания не заостряю, это заостряет Катя. Ты когда перестанешь для женщин перекладывать ответственность? Я сделал вывод, что этот человек мне больше не... Ну подожди, обиделся на Настю ты, не Катю, а именно ты. Я не обиделся. Я сделал вывод, что этот человек мне не является другом. Как она, в принципе, мне говорилось, что она является им. Поэтому надо было ее вчера оскорблять шлюхой, силиконовой... Ну подожди, она в первую очередь подруга Катя, и то, что она отказывается ехать с тобой в кафе, она абсолютно права. Потому что она знает, что потом будет ложь, провокация и так далее. Ксюша, почему она в тот раз не отказалась и поехала? Она и забыла, что она в тот раз, что она подруга Катя, а в этот раз она вспомнила об этом. Нет, тебе не вчера. Тебя так это задевает, объясни мне. Как будто у вас какая-то многолетняя дружба. Нет, меня это не задевает. Я позвонил человеку, мне хотелось просто женского внимания, какой-то женской логики. А зачем тебе нужно женское внимание? Тебе не хватает женского внимания на твоей девушке? Я поссорился на тот момент со своей девушкой. Мне хотелось как бы мнение с женской стороны. Вот Юля через калитру. Фил, давай я тебе расскажу, что было на самом деле. Ну только честно. Ты позвонил Насте в надежде, что ты сходишь с ней куда-то, поговоришь просто по-дружески, но это заденет в свою очередь твою девушку, вызовет у нее ревность, и ты таким образом покажешь ей некий финтель после вашей ссоры. Но получив отказ, и Настя в этом смысле большая молодец, я вообще вот хочу ей руку при встрече пожать, потому что она не дала себя использовать в этой ситуации. Получив отказ, ты в итоге разозлился и на Настю, и в итоге и на свою девушку. А на самом деле, Фил, это какой-то детский сад. Вызвать ревность любимого человека, вызвать у него негативные эмоции через то, что ты пусть даже на дружеское свидание идешь с другой девушкой. Зачем? Может быть, лучше позвонить не Насте, а позвонить своему любимому человеку, наладить с ним отношения и пойти с ним вместе куда-то? Не нужно забывать, что с Филиппом, в принципе, близко я стала общаться после того, как я подружилась с Катей. То есть мы изначально с ним, друзьями, детства не были. Это ладно, если бы мы с детства дружили с ним. Даже не с детства, а просто даже бы на проекте дружили. А с Катей мы бы, в принципе, особо не общались. А потом пришла Катя, да? Особо бы не общались, и Филипп позвонил бы, попросил помощи. Что за бред? Во-первых, вы живете в одной квартире, и сейчас я такая с тобой поехала, тебя поддерживать, да, а не Катю. Просто на то пошла я уж Катю, наверное, вперед поддержу, потому что это моя подруга. Ты совершенно права. Мне вчера Вито пересказала эту ситуацию, я наоборот сказала, какая Настя молодец. Очень правильные слова сказала. Все правильно. Представь, она сейчас подругу ставит, превыше наших отношений. Ты грушите надо. Тебе приятнее оставлять мою подругу, обидеть меня. Это мое мнение, не лезь в моих мнениях. Смотри, вот даже сейчас, посмотри, мы тихо разговариваем, ты кричишь. Потому что вы выворачиваете все неправильно, как я вижу, что ситуацию по другому. Ты взрослый человек, ты не должен кричать в присутствии двух девушек. Ну, давай для начала говорить спокойно. Ты везде ищешь врагов, заговор, и кто тебя выше кого ставит. Уйми свои амбиции. Есть человек, который тебя любит, с тобой сидит, пытается выяснить ситуацию. Ты пытаешься все разрушить. Зачем ты это делаешь, Фил? Но потом тебе самому будет больно и неприятно. Вот правда, остынь, подойди к Кате, обними ее. Все делается, все делается. Человек никогда не извиняется, Ксюша. Он не накапливается. Просто объясни ему, пожалуйста, что даже если ты не хотел обидеть человека, но обидеть... Ну, это тоже вопрос к тебе, почему вы выбираете таких мужчин, что ты, что сестра, что Тигран, что Фил. Люди, которые вот постоянно находятся только в ощущении того, я, 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 что мне, что мне хорошо. Кто со мной пошел на обед, кто не пошел. Подумай тоже, Кать. Нужен ли тебе такой человек? Ну, я подумаю. Если ничего не будет меняться, то мы расстанемся. Потому что тоже себя в жертву. Ты себя ведешь в этой ситуации правильно, я, у меня нет к тебе претензий. Ну, слава богу, что ты делаешь. Ладно. Удачи. Как будто она идеальна, ты понимаешь? И Филипп с ней с того, ни с сего взял и послал первый раз в жизни ее такую всю идеально офигенную. Пальц закрой, нормально вообще он ей. Пальц закрой. Да, с ней так и надо. С ней так и надо. И Филипп показал свою сущность, уже показывает на протяжении нескольких месяцев, какой он есть на самом деле. И Катя, правильно сказала. Это значит, что Филипп это взбесило. Вот то, что ему действительно, Катя видит, что ему действительно нравится Настя, жиление Феофилактова. И ты посмотри, как она реагирует. Она с ним скандалит, ссорится. Как бы и Филипп начинает парафинить Настю, потому что мне кажется, что все-таки. Он намного больше оскорбился на то, что Настя с ней не пошла, нежели на то, что ему там Катя говорит. Ему обиднее стало то, что Настя сказала. Мне кажется, Филипп что-то не договаривает. Видимо, значит, Настя себе позволяла какие-то лишние тела, движения. В свою очередь, что видишь, когда они поругались, Филипп звонит сразу Насте. Настя, поехали со мной, съездим. Я тоже так думаю. Катю это вымораживают. Зачем вы живете вместе? Все, я уже отвечаю, Юля, меня уже реально поколяет. Ты, сука, сука, думай! Что ты делаешь, сука, тем и темами? Ты кого засаживаешь на камеры? Моглу Моднина. А ты не засаживаешь? Ты думаешь, что ты своей головой говоришь? Юль, Юль, мне кажется, кому-то надо таблетки попить. Вы все равно любите друг друга, блин. Да я манал такую любовь, понятно? Я еще раз повторяю. Иди себя по-другому, манальщик. Да говорите, что... Сука, думай своей головой, что ты несешь сидишь. Думай! Вот тебе... Думай, что ты несешь своей головой. Твой же садик, Филипп, первую очередь. Я тебе сула головой поломаю, что будешь такие вещи говорить. Нет, ты сейчас очень много внимания обращаешь на камеры. Я сказал, я тебе... Да потому что мне это не нужно, понятно? Ты сейчас говоришь и думаешь о том, что тебе скажут друзья, родители... Нет! Я думаю, знаешь, о том, что это не так. Это жизнь себя не так ведет. Сука, сиди тут и грустно на камеры. А ты... Засаживай меня, я сейчас эту сковородку на голову опущу. Блин, просто как дворовой мальчишка. Тебе бутылки с пивом в руках не хватает. Дворовой мальчишка. Мне... Расходиться это самое стрёмное. Реально, мне знаешь, мне даже не столько обидно, сколько ты гадостей орешь. Что ты? А мне сколько стыдно за твое поведение. Ты ведешь тебя просто. Без субординации соблюдай. Ты что делаешь, я не могу понять. Какая субординация? Ты мне не начальник. Веди себя по-человечески. Я твой мужчина! Мужчина твой. Мне стыдно, что у меня такой мужчина и так себя... Хватит! Ты сейчас будешь ходить и выдравить этот весь жир и собирать все это говно, что ты здесь устраиваешь. Ты ведешь себя как истеричка. Возьми еще холодильник. Да, сука. Пошла. Дуй холодильник сюда, сука. Опять в соседней комнате вопли, крики, слезы. Моя Катенька поругалась с Филиппом. Ребят, может помиримся уже? А помирятся они или нет? Скажет Ксюша Бородина. Слишком на большом расстоянии ребята сейчас сидят друг от друга. Я не знаю. Чтобы не ударить. Но я знаю почему. Потому что Катя уже боится. Сегодня Филипп металл в Катю разные предметы. Сначала это был журнал. Потом это был стул. Потом это была лопатка, которая перемешивает еду. Вот, поэтому Филипп, может быть, как-то вообще успокоимся, потому что становится страшно за здоровье Катерины. Да, я успокоился уже. Я и был спокоен. И Катерина оскорбляет, получала реакцию соответствующую. Летели предметы. Ты сказала дурак стулом по башке? Ну, сказала дурак, не сказала дурак, там не дурак, конечно, посерьезнее были моменты. Когда тебя оскорбило, давай по факту. Ну, в нормальных человеческих отношениях женщина не может себе позволить сказать, заткни свой рот, я говорю. Вот, согласна. Я полностью согласна. Женщина не должна так говорить. Вот поэтому я на реакцию получала. Значит, ваша проблема в том, что вы продолжаете с друг с другом определяться, кто из вас главный, кто будет ударять, собственно говоря, кулаком посту. Нет, Ксюш, я на самом деле не претендую на главную. Ну, просто когда мы более-менее нормально общались, я пыталась решить проблему, связанную с моей подругой Настей, да, и Филипп нормально со мной общался. Когда последовал звонок с поляны, Оля Бузова нам звонила, он вдруг начал орать мне, заткнись, сука, простите за цитату. И потом я решила показать ему, как это приятно. И начала ему говорить такие вещи, замолчи, я говорю. Короче, у вас полное взаимонепонимание. Вот что с этим делать? Ксюш, я не знаю, что сделать. Я так устала от криков, я уже просто вешаюсь. И мне просто, я понимаю свою проблему, когда надо было показать характер, повыпендриваться подольше. Надо было это делать. А я все спускала на тормоза, потому что то сильно соскучилась, то еще что-то. И понимаешь, теперь человек сел мне на голову. А сейчас в иной раз, я просто боюсь отказаться, когда он подходит ко мне, а мне обидно, я на него злюсь. Я боюсь уйти от него, отказаться от поцелуев и от бятев, потому что в ответ звучит, пошла в жопу, сука. Вот что я слышу. И я боюсь, что будет еще хуже. Когда такого рода оскорбления идут в отношениях, да, это ни к чему хорошему не приведет. То есть, но самое главное это уважение. Если нет друг друга уважения, ребят, не будет ничего вообще. Потому что вслед за сукой пройдет еще большие слова, еще хлеще будет. И все, понимаете, вы перейдете только на такую форму отношений. И потом, в принципе, поругались вы из-за ерунды, ребят. Из-за Насти какой-то шоу вообще. И правильно, собственно говоря. Потому что она считает, что вы можете из-за этого поругаться. И она хотела вообще спасти ваши отношения. И она не думала, что после этого полетят табуретки и журналы. Ребят. Ну. Настя, что тут скажешь? Филипп, ну, если у вас конфликт в отношениях, ну, по-моему, очевидно, что я все-таки поеду, наверное, с Катей. И буду с Катей, да, разговаривать. А не с тобой. Тогда Кати не было. Я тебя в любой момент могла поддержать. А лучший вариант вообще, Филипп, пойти в кафе одному покушать, остыть. Тем более, зная, насколько ты темпераментный человек. А потом вернуться, посадить Катю за стол и сказать, значит так, Катя, нам надо поговорить. Потому что наши отношения катятся куда-то в пропасть. Все. Вот это самый оптимальный вариант. Потому что ты очень эмоциональный. Тебе нужно выгореться. Ну, позвони своему этому другу, о котором ты рассказываешь. Леху возьми. Просто сам иди один туда. Посиди в этом кафе и поразмысли. Зачем тебе тащить людей, на которых взваливать свои проблемы. Тем более, если из-за этих людей были проблемы неделю назад. Вообще логики не вижу в твоих поступках. Я тоже не вижу. А можно мне еще сказать? Да, Юль. Во-первых, как бы можно не приплетать Настю. Настя, конечно, подруга и мне, и Катя. Но я знаю Катю с пеленок, Филипп. И ты всегда можешь обратиться ко мне. А зачем я буду беременную девушку загружать своим проблемами? Ты можешь поговорить со мной не обязательно в караоке. Мы можем спуститься без камерства и поговорить. Я всегда приду тебе на помощь. Я всегда объясню, что значит Катя на поведение. Потому что я сама ее знаю. Я с ней жила 22 года, 23 года. Понимаешь? И поэтому я никогда не откажу тебя в помощи. Это первое. Второе, я считаю просто, что Филипп, как эмоциональный человек, и очень энергичный, уже созрел до того, чтобы пойти элементарно на работу, Ксюш. Мне кажется, уже надо как-то думать ему о работе. Выпускать эту свою энергию, которая у него накапливается и выплескивается на Катю. Какое-то русло нормальное. Найти себе работу, где он будет командовать людьми, орать на них свое удовольствие. Приходить домой и как пушистый котик кушать вкусный обед, который приготовила Катя. Я вижу такое решение проблемы. Филипп, может быть перед Катей все-таки, так как Катя является твоей девушкой, извинишься? На самом деле за все оскорбления я всегда говорю. Я когда оскорбляю Катю, я потом, когда отстываю, я очень сильно жалею об этом. И на самом деле вот перед всеми ребятами, перед тобой в первую очередь Катя, я извиняюсь за все свои оскорбления, которые я сказал в твою сторону. Ну все, Катерина, иди целуй своего мужчину. Иди, все, только ставь. Ну давай, иди на коленочках, цепляйся, иди. Давай, 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 давай уже, иди отсюда. Только мужу по обещанию, пожалуйста, что стул-то один поломал, остались барные стойки вот эти вот тяжелые, больше не кидай, ладно? Ну слава вам, видите как. Хорошо, Юлька, двигайся ко мне, поближе двигайся. Итак, ну ладно, хорошо, что у этих ребят все хорошо, а мы сейчас поговорим. Это объявление, устрою своего сына на работу. Мне кажется, скоро будет так, устрою своего парня на работу. Катя, я тебе сказал, будешь за работу говорить, я сейчас начну тоже... Я тебе говорю, не говори за это. Все, ну хорошо, вот не говорить дальше, что... Мне неинтересны эти разговоры. Слушай, ну неинтересны? А почему тебе неинтересны? Да... Слышь, залепи, я тебе сказал, дула, за это не spies. Нет, ты скажи, почему? Я тебе сказал, за это неodoxy. Потому что это неуместные разговоры, не надо мне указать. Ты, сука, знаешь прекрасно, что я сам хочу пойти на работу. Не надо мне поднимать разговоры за работу. Так ты найди варианты. Я тебе сказал, не надо мне поднимать разговоры за работу, Катя. Ты с ведущими говорила об этом? Говорила об этом я с ведущими. Что? Что не варианты идти на работу? Вопросы есть? Поговори с ведущими на лобном. Скажи, что мне не хватает денег, ребят. Мне не хватает, мне надо на работу идти. Да за счет летать посуда, Катя, я тебе по-человечески говорю, заткни рот свой. Всего-навсего просто говорила о тех вопросах, которые меня беспокоят, вселив. У тебя прыщи на лице, они меня не устраивают. У тебя жопа жирная, Кать. Меня это не устраивает. Давай худеть будешь, Кать. Кать, а? Что вот мне делать, Кать? Меня реально твои прыщи не устраивают, Кать. Давай их как-то уничтожать, Кать. Не устраивают они меня. У тебя жопа жирная, Кать. Что еще у меня есть? И висит на ляжках. Меня не устраивает. Что с этим будем делать, а? Где у меня, где у меня висит? В жопу у тебя жирная, да. Да, показывай, ляжки свои, показывай. Я могу доголах. И прыщи, смой всю косметику, покажи прыщи всем своей. Они меня не устраивают, Катя. Вот теперь пойми, сука, за что ты несешь. Пойми теперь, сука, за что ты говоришь. Малыш, не унижай себя. Ты стоишь и скорляешь. Ну ты, это ты унижай. Послушай меня, послушай меня. Послушай меня, послушай меня. Ради которой ты клялся, кем попала, куда попала ездила. Послушай меня, послушай меня. Выставлял себе не мужиком тысячи пяти лет. Значит, ты, получается, ради этой горы целлюлита. Ради этих висячих коленок и прыщавой рожи себя унижал неоднократно. Значит, кто ты? Ты прислуга вот этой прыщавой уроди. А ты разбил зеркало. Я не буду с тобой жить, мне нахуй. Это не нужен цепь. Ну не живи, не жаль. Мне нахуй, это цепь не нужен. Вот, понимаешь, проще развеяться. Мне это не нужно. Да я не хочу разговаривать, когда ты, сука, говоришь на мою мать, куда попала. Ты животное вонючее. Ты 23-летняя вонючее животное. Ничего в этой жизни не добившееся. Ты на мою мать говоришь, куда попала. Да я тебе сейчас просто здесь вот так сверну в кубочек и выкину в это окошко, тварь ты вонючая. И никогда в жизни я не извинюсь за эти слова. Понятно тебе? Переезжаем в город, переезжаем. Здесь все гораздо драматичнее. Фил и Катя, что происходит вообще? Ау! Для начала, чтобы, в принципе, разговор имел смысл какой-то, я хотел бы Екатерину Кальсиченко призвать к тому, чтобы по ту сторону экрана сидит Наталья Жожина, чтобы она извинилась перед ней за все, что сегодня она сказала в ее адрес. Кто такая Наталья Жожина? Наталья Жожина – это моя мама. Ой, ничего себе. Все, что я сказала. Да. Уважаемая Наталья, я прошу прощения у вас, если я чем-то вас оскорбила, я не хотела в наших разборках с Филом, ни в коем случае не должны пострадать вы. Извините. Так, а почему, что она сказала про твою маму? Почему сегодня Катя мне кричала? Ты ездил, все знают прекрасно, куда я ездил. Я ездил целенаправленно в город Сочи к своей маме просить прощения. Она мне сегодня орала, ты ездил, куда попала, кому попала, просить прощения, чтобы быть с тобой спрещавой. Я не говорила, кому попала. Просто, что ты ездил, куда попала, за 3-9 земель, чтобы просто, Ксюш, на меня сегодня такой уж от болота вылился. Просто я сказала, что надо устроиться на работу, потому что все ребята ходят отдыхать, мы сидим как два вот этого упыря в городе, никуда не выходим, потому что, ну, нет у нас средств. Ну, надо, чтобы мужчина работал, надо хотя бы попытаться, открыть сайт с предложениями, посмотреть, что есть, чего нет, чтобы хотя бы с чем-то к вам, ведущим, прийти и сказать, Ксюш, вот у меня есть вот такое-такое-то предложение, вот мой рабочий день, вот график. Можно как-то договориться, вот сюда пойти, что-то еще? Летела уже опять какая-то лопатка в меня разбила зеркало. Ушат оскорблений, я оказалась просто страшнее всех на свете. Не, на самом деле, хорошее предложение прозвучало от Кати. Фил, тебе так не кажется, что действительно, что ты вот, ну, как бы сидишь без работы, да? Ксюш, зачем вы мне задаете, ты на правах ведущей задаешь мне такие вопросы? Я найду работу, я завтра приду с этим графиком работы, и ты скажешь, Фил, не вариант! Ты можешь уходить как можно рано и возвращаться тоже, ну, там, к пяти часам вечера, допустим. Вот, Ксюш, нету таких работ, понимаешь? Да что ты? Нет, все, смотри, Ксюш, смотри, такая ситуация. Я, если ты мне даешь добро, я клянусь, я начну искать работу. Но можешь работать ночью, например. Я не собираюсь работать в клубах. И приходить с работы. Да нет, это не надо. Можно предложение? А что, ночью только клубы, что ли, работают? А что, Ксюш? Автосервис, например. Да какой автосервис, что вы прикалываетесь? В бензоправке. Я экономист буду работать в автосервисе, вы молодцы вообще. Машины считают. Экономисты могут работать с девяти до шести. И в семь часов ты выходишь. Я согласен, я найду работу, Ксюша, я без проблем. Да, найду работу. Офисы все заканчивают работать в шесть часов. Ксюшенька, я согласен. Ну все, хорошо. Вот при всем при этом, Фил, давай ты не будешь метать в Катю вот целыми днями, понимаешь? Я тебе объясняю, вот посмотрите, ребят, по поводу оскорблений, да, вы меня все осуждаете постоянно. Но я вам говорю, когда на мою мать открывают рот, для меня этот человек в тот момент перестановится вообще в принципе нечеловек. Ребят, подождите, можно я скажу фраза «Ездил куда попало?» Каким образом оскорбляет женщину? Как ты можешь мой дом назвать «Куда попало»? Я забыла, как называется твое «Чертово Сочи», когда ругалась с тобой, это непонятно. Нашла аналог, заменила этим словосочетанием «Куда попало?» Я не сказала, к кому попало. Я не обозвала никак твой город. Я не оскорбила твою мать. Я попросила у нее прощения, если это как-то. Все, закрыли тему. Но ты же в ответ вылил такое говно на мою голову. Катюш, как ты могла забыть город, где у нас будет проходить Олимпиада, тебе вообще не стыдно? Ксюша, ты знаешь, что я нашел назвать «Чертово Сочи». Ты вообще представляешь, что ты сейчас говоришь? Ксюша, когда она звать мою маму, чем попало, то есть что? Но она не твою маму, чем попало. Так это она сейчас так говорит. Уникалью Катю не твою маму называла. Это она сейчас так говорит. А там вот в эфирах вы увидите, что именно все было адресовано. Ладно, Фил, я видела, что ты ей говорила. У меня вообще уши в трубочку завернулись. Я объясняю, я объясняю. Вот именно на тот момент я этого человека именно считал тем, кем я его называл. Все. Ты не хочешь извиниться перед... Нет, ни капли. Я ненавижу этого человека. У меня ненависть к этому человеку на данный момент. Зачем тебе искать работу? Поезжай-ка ты на все четыре стороны, если ты меня так ненавидишь. Я просто не могу изо дня в день всю эту гадость выслушивать. Да разве есть такое, что за периметром предлагаешь найти работу, говоришь, что под лежачий камень вода не течет. Если ты сидишь на диване и простите меня с тарелкой в руках, б***ишь изо дня в день, понимаешь? Работу тебе никто не принесет. И это не значит, что если я тебя обострила ситуацию, надо в меня кидать всякой дрянью и поливать меня последними словами. Это не значит. И не надо мне орать, что ты меня ненавидишь. Ненавидишь? Вали! Я никуда не валю. Я живу в квартире со своей девушкой, которой я ненавижу. В тот момент ты мог ее ненавидеть. Хорошо. Но сейчас, вот сейчас, когда она уже извинилась... Сейчас я просто не хочу с ней общаться. В одну кровать. Да. Не возвращаться нам в одну кровать, потому что с тем чудовищем, которым меня обозвал сегодня этот придурок, я не побоюсь этого слова, я в кровать не пойду просто. Ну будешь в коробке спать? Будешь ты в коробке спать, Ксюш. Ну это уже смешно. Просто уже достали. Вы бесконечно заселитесь на неделю и выселяетесь с криками, воплями. Мы, конечно, уже... Мы вас очень любим, дружим с вами. И с тобой, Филипп, тоже мы дружим. Мы любим тебя. Ну просто, когда ты орешь, это невозможно ни спать, ни слушать музыку, ничего. Я предлагаю, вот, Ксюш, хочу предложить тебе предложение. Вот пока они не научатся жить хотя бы месяц вместе, никуда их не выселять. Потому что вы опять разойдетесь, через месяц будете заглядывать друг в друга в глаза и говорить, как вы друг друга любите. Это уже реально смешно. Учитесь не уходить от проблем. Учитесь их решать. Филипп, в общем, после лобного места давай без оскорблений просто сядете, нормально поговорите, как взрослые люди. Ксюш, вот чтобы разговор получился нормально, дайте мне поспать ночью, успокоиться, завтра днем я нормально себе поговорю. Хорошо, хорошо, вот ночью успокойтесь, да, спи ночью, а утром разговаривай. Ко мне, что я тебя прошу остановиться. Вот в чем проблема. И еще куча таких моментов, понимаешь, что есть моменты, о которых можно говорить, а есть моменты, о которых не нужно говорить. Это наши с тобой моменты. Твои и мои. Мы о них можем говорить только ты и я. Мы не можем о них говорить здесь. Понимаешь, ты в чем дело? А ты не стесняешься, понимаешь? Кто-то там, что-то где-то, тебе, ты, там все пошло, работа, не работа. Да здесь помимо тебя еще куча людей. Понимаешь ты? Которые пусть они занимаются этими делами. Ты что, самое, не могу понять, самое это, самое кислое, которое это больше всех нужно? Мне просто неприятен момент, знаешь, какой. Мы вот только вчера с тобой помирились, на лобном сели, помирились, и не успела, просто ночь прошла, и мы опять ругаемся. Ну зачем это нам нужно, скажи? Есения Анатольевна Собчак тебе то же самое с вами сказал. Зачем это вам нужно? А потом появляется куча претензий, куча вот таких вот моментов, оскорблений, что самое вот хреновое на самом деле. Просто когда переходишь на личность и задеваешь какие-то душесчипательные темы, у тебя, ты тем самым вызываешь бурные эмоции, на которых ты говоришь гадости. Да, ты потом о них жалеешь, что ты их сказал. Ну ты их уже сказал, и на тот момент, когда ты их говорил, ты об этом не жалел ни минуты. Вот что хреново, понимаешь, что мы доходим до этого. Состояние, когда говоришь и не жалеешь об этом ни капли. И вы мне все говорите сегодня, вот я сегодня сказал реально, вы мне все говорите, вот ты оскорбляешь девочку свою, ты тем самым себя унижаешь. Знаешь, что такое оскорбляешь свою девочку? Вот встал я с утра и начинаю тебе, «Слышь ты, давай быстро, туда!» Я тебя оскорбляю. Каждое слово оскорбления просто на пустом месте. Я же тебя не с пустого места оскорбляю. Я тебя оскорбляю лишь в те моменты, когда ты переходишь на личности и затрагиваешь какие-то душесчипательные темы. Я тебя оскорбляю соответствующим образом. Ну. Не сварим мы с тобой так каши никогда. Ты мне одно скажи, неужели тебе не хочется жить спокойно, хорошо? Хочется. Ну что ты для этого делаешь, скажи? За работу мне предъявляешь? Что ты для этого сделал? Ты что для этого сделал? За работу мне предъявляешь, да? Ты для этого что сделал? Давай начнем с тебя. Что ты сделал для того, чтобы мы жили хорошо? Что приятного за последние дни? Я ничего плохого не делаю. Что приятного за последние дни сделал ты для меня? Давай с этого начнем. Да я ничего плохого не пытался делать, понимаешь? Сам. Я не пришел сюда. Ты что приятного мне за последние дни сделал? Я не пришел сюда и не сказал. Так, Катя, вот который бардак уже просто, я тебе 4 дня назад за него сказал, ты так и ничего не дай. Тем не менее, твои тарелки, они помытые, лежат в раковине. Твои шмотки разбросаны. Да тарелки, ладно, тарелки, ладно. Ты мне выносил мозг за то, что делаешь сам. Это раз, два. Ты когда последний раз мне, я не знаю, подходил и не обнимал. Когда ты мне цветы последний раз дарил. Ты сегодня просто, сегодня в редакции говорила, что ты просто ненавидишь цветы. Это самый интересный. Я их ненавижу, но это не значит, что вообще меня не надо, мне надо игнорировать. Смотрю в серии, при тебе Гожевачка пришел и подарил букет Агибаловой. Просто так, сюрприз. Ты хоть раз мне сюрприз делал? Нет. На тебя не то, что извинений не допросишься. Мне кажется, тебе вообще на все насрать. Тебе все пофиг, все. Сестра Катя разругалась с Филиппом из-за отсутствия у того работы. Ребята во время ссоры оскорбляли друг друга. Катя в сердцах сдернула балдахин над кроватью. Но Филипп вновь решился на разговор. Ну вот, все. Так не нужно пару дней ждать. Давай сегодня тогда уже уедем. Катя. Не нужно ждать. Можно сядь и сегодня уехать уже. Зачем время тянуть? Сейчас, извинись ты, извинись ты. Ты можешь поговорить? Я хочу поиграть. Ты не можешь поговорить? Ты никак, ты меня не слышишь, я не могу понять. Ты никого не слышишь. Дело не в извинениях. Ты никак не можешь понять этого. А? Катя. Сколько раз мы уже извиняли, сколько раз мы прощали друг друга. А все одно и то же. Выводов никто не делает. Поведение своего никто не пересматривает. Все то же самое. Смысл извиняться? Я уже потерял смысл извинений этих. Понимаешь ты? Потому что завтра будет все то же самое. И опять нужны будут эти извинения. Тут дело уже не в извинениях, пойми меня правильно. Дело в том, что нужно как-то пересмотреть свое поведение и сделать выводы, понимаешь? Для того, чтобы пересмотреть свое поведение и наступило завтра, мне нужны извинения. Не просто извинения. Мне тоже нужны. Если не будет извинений, тогда до свидания. Потому что жирная целлюлитная тварь с тобой жить не будет. Понятно? Извиняйся тоже. Ты вчера тоже мне гадости нагрелила. Извиняйся. Не хочешь? Ну вот и все. Доиграешься скоро. Ласка. Растопчи свои отношения. Ты понимаешь, что... Все, Юль. Ты пришла советовать или мне на нервы действовать? Я не хочу тебя слушать. Ты понимаешь, если ты будешь бесконечно расходиться и сходиться, вы так и привыкнете. А ты понимаешь, что если я буду жрать всю подряд, мне потом сядет он и будет срать нагло. Я этого не потерплю. Я не потерплю, чтобы меня обживали, опускали последнюю. Так вот и не унижай его, потому что он не может тебя унизить так, как унижаешь его ты. И поэтому он переходит на оскорбление. Непонятно. У него не хватает мозгов придумать что-нибудь изощренное, чтобы тебя унизить. Юля, ну он говорит про цивилипы, про прыщи. А может быть, просто не будешь его унижать. Значит, ты его не любишь. Юля, можешь мне вообще с ним не разговаривать. На эту тему не говори, на ту тему не говори. А это не обсуждай. А ты можешь чем-нибудь другой про мое унижение? Предупреди меня, о чем не говорить. И Тигран ему вчера говорил. Он говорит, Тигран, я не могу. Он говорит, Юля тоже сначала ее унижала. Потребовалось восемь месяцев, чтобы... И он не имеет в виду, что я тупая. Просто люди меняются, но не сразу. И он ему это объясняет. Просто у меня иногда складывается тоже такое впечатление, что тебе он не нужен. Я понимаю, что он сидит, говорит, когда он злой, что будет лучше девушка, какая-нибудь красотка придет, он тут же тебя бортанет. Нет, Юль, я тебе так скажу. Я вот честно могу сказать, я не знаю, что я чувствую, но мне кажется, это почти любовь, понимаешь? Почти любовь. А почему ты не ценишь его тогда? Я ценю, но я через себя не переступлю никогда в жизни. Я не из тех, от кого вытирают ноги, и кто будет просто пятки облизывать. Я этого никогда не сделаю. Ты понимаешь, что можно быть хитрее? Ты сейчас встала в стойку. Кто-то должен быть мудрее, кто-то должен уступить. Сколько я могу быть мудрее, Юля? Не надо со мной говорить. Ты начинаешь думать, ты вообще не пытаешься ничего менять. Ну не меняй, будешь все раньше. Посмотри на Огибалову, какой была, какой стала. Илья орет, она молчит. Илья никогда себе не позволит то, что тебе себе позволяет Филя. А ты не слышала вчера ночью? Или я точно так же орал? И Оля молчит. Вместо того, чтобы послать его тысячу раз и наорать на него. Потому что знает, что женщина должна быть мудрее. И вот последние четыре дня я просто помню перекошенную рожу. Вот это метание ядра мне в голову. Все летит. Я помню оскорбление. Журнал. Знаешь, как было больно ребром журнала в грудь? И вот это все, вот этот позавчерашний день за простой извини. Ну, что я не знаю, за простой извини, простить. Я чувствую себя прислугой вообще какой-то здесь. Просто не любимой девушкой, а говном каким-то. Еще и оскорбление. Да нафиг мне это надо. А потом и приходит поговорить. Катя, тебе чего это мне надо? Что, давай расстанемся, расстанемся, да? Давай расстанемся. Смысл такой разговор продолжать? Да нет, он просто боится, что ты первое это скажешь. Вот и все. Так что он меня спрашивает? Что он меня подталкивает? Если бы он хотел уехать, он вчера, видишь, все, мы там раздерживаем. Нет, я остаюсь здесь жить со своей любимой девушкой. А вот эти красивые... У тебя есть вариант, да, допустим, я не знаю, избавиться от какого-то груза. А есть вариант этот груз до конца нести. Вот сейчас ты выбираешь тот путь, когда несешь этот груз до конца. И ты говоришь, мы остыть должны, там, еще два дня. И ты прикинь, что два дня тебе каждый будет подходить и спрашивать, ну что, вы помирились? Ну что ты? Ты говоришь, нет, мы не помирились. Ты всегда будешь отвечать на вопросы, нет. Значит, ты снова уехал в такое место, где мне не будут задавать эти вопросы. Тогда ты сам себе будешь задавать эти вопросы, если тебе не кто-то будет задавать. Ну, конечно. Ты сам ситуацию зачем держишь? Отпусти ее уже. Скажи, все, прости меня. Да, я виноват. Все, и скажи, все. А там, что сделать она, это уже конкретно ее, как бы, эти движения. Кирик, я понимаю, что я очень сильно перед тобой виновата. Я очень сильно тебя вчера унизила. Можешь посмотреть мне в глаза, когда я говорю? Я очень сильно тебя унизила. Я больше так поступать не буду. Я прошу тебя прощения за все. Я, в свою очередь, так же поступил и был неправ по отношению к тебе. Я вот тоже прошу прощения. А вот я тебя не прощаю. Так я тебя тоже не прощаю. Вот видишь, какая она? Слушай, ну кто он? Ты сказал все. Ну кто он? Смотри, она просто тебе пытается зацепить и задеть. Успокойся, ты скажи, хорошо, ты меня можешь не прощать, это дело твое. Я тебя, я как бы, прости меня за все, что я сказал и все. Тебе вот, по сути, ты видишь, что она просто-напросто, на зло тебе это все делает, Филипп. Ты можешь не реагировать. Ты можешь не реагировать. Все, ты извинился? Мне все равно. Все, все равно.